Говоря о тяжеловесах, не вспомнив Веричеве. Да, согласен с вами. Конечно же, Григорий Веричев, четырехкратный чемпион Европы, многократный медалист и чемпионат мира, и медалист олимпийских игр, чемпион мира. Ну и более ста у него наград было на всех отборочных турнирах, на многих официальных стартах. Это легендарный тренер, в свое время, вернее, атлет, а потом уже и тренер достаточно хороший, в свое время и меня тренировал. И, ну, большое спасибо, и светлая ему память, конечно же. Это величина в истории советского дзюдо и мирового дзюдо? Согласен с вами. Ну, а на татаме, на соседнем татаме, весовой категории 90 кг, сейчас приближает как раз Ананев Глеб. А Щелябинск с чистым броском досрочно заканчивает поединок. Ну, в колледже мы переключаемся на соседние татамы, но переключаемся в том случае, когда говорим, что там быстро все заканчивается. Соответственно, день будет сегодня немного покороче. 723 участника было заявлено в предварительных протоколах, в стартовых протоколах. И вот уже заключительный день турнира. Практически большая часть, уже больше двух третий прошло. Осталось 140 участников всего лишь на сегодняшний день. И мы думаем, что практически до 5 часов, наверное, все закончится. Да, даже может быть и раньше. Но турниры по дзюдо проводятся в течение одного дня. И вот это время, небольшое количество времени, наверное, для спортсменов, оно является определяющим, насколько грамотно, продуктивно они отработали определенный период времени и подошли к этому турниру. Соответственно, какой у них есть шанс для попадания в национальную сборную страну, для того, чтобы представлять уже интересную национальную сборную на международной арене. И здесь, естественно, находятся старшие тренеры по возрастам. И у девушек Ирина Родина, и у юноши, это Владимир Николаевич Гладченко, которые в дополнении просматривают еще, если даже не попал кто-то и не борются за медали спортсменов, то они могут их привлекать также на тренировочные лагеря и уже по следующим, возможно, на международные турниры. То есть юношеский старт, один из первых официальных. И это только начало-начало для того, чтобы формировать на будущее костяк тех спортсменов, которые, возможно, будут выступать уже и в будущем на Олимпийских играх. Да, я думаю, это как экзамен. То есть ребята весь год учатся, у них есть какие-то проверочные работы, то есть отборочные старты. А это финал, это финал, это их экзамены, а здесь они сдают экзамен. То, чему они научились весь год. И могут ли они перейти на более высокую ступень, то есть участвовать в первенствах Европы, в первенствах мира. Ну а пока что мы смотрим поединок весовой категории свыше 90 кг. Спортсмен из Москвы, Силюков, сделал бросок чуть-чуть еще с колен, получил. Ну, он активизировался, да, это он уже получил два шида, а вот с Верчукова шида всего лишь одно. Но никакое замечание не может быть выше, чем оценка. А если раньше оценки переравнивались, замечание, ну, раньше это буквально там 4 года назад, то сейчас такого нет. Оценка это, ну, это эффективное действие. Соответственно, только оценка дает преимущество. Но при одном исключении, если не будет 4 шида, то 4 шида это практически спортсмен должен стать и ничего не делать. Ну, современные правила таковы, что пока мы привыкаем к этим правилам, на международной арене умудряются спортсмены на первой, на второй минуте получать по 3, по 4 шида. Ну, хотя бы 2-3, и мгновенно они вынуждены активировать. Ну, скорее всего, как вы это говорите, что это исключение, а не правила. Или, наверное, правила, которые, ну, не совсем могут прижиться в конце. Правила сейчас меняют, потому что люди, спортсмены, к ним привыкают. Пока привыкают, не совсем до конца научились этим пользоваться. Пока что часто, мне кажется, это встречается. У меня есть спортсмены, которые участвуют во многих международных стартах. И мы периодически видим, созваниваемся, и они говорят, что очень много сейчас спадов. Дают замечания, да? Да, очень много. Ну, Михаил Анатольевич, скажите тогда уже, ответьте на следующий вопрос. Изменение в правил произошло. Где-то больше дается шида. Но насколько повлияло на эффективность атак? Вот мы же говорим о том, что ипонов стало больше даже по вчерашнему дню, по сегодняшнему дню. А не подталкивает ли это спортсменов меньше защищаться, больше открываться? И ведь в любом случае настрой судейского корпуса к этому и сводится, чтобы действия были активны с одной и с другой стороны. Да, я не знаю. У меня два мнения на эту тему. Я пока что не могу сказать однозначно, хорошо или плохо то, что происходит. Ну, это мое персональное мнение. Потому что большая группа приемов ушла из деду. Очень большая группа, красивая. Ну, это броски в ноги, это тегурумы, так называемые, боковые перевороты. Да, это много. Категорумы, мельницы. То, что действительно мы вынуждены активизировать борьбу, сделать ее более темповую, это очень зрелищно, это плюс. Ну, согласен. И есть плюсы свои, и есть минусы, конечно же. Конечно же. Вот, наверное, не наверное, да и наверняка вы правильно сейчас говорите, что и плюсов, и минусов достаточно. Но, вот, все равно, как бы мы ни говорили, плохо, что отменили за ноги, плохо, что отменили долгий выбор пояса. И, кстати, он тоже раньше наказывался. Но, в любом случае, дзюдо развивается, и со всех сторон Международная Федерация пытается сделать более зрелищным, как вот так. Менее травматичным. Менее травматичным, да. Это вот при падении на мост. О чем вы говорите? При падении на мост, да, и броски, и прыжки на мельнице, чтобы колени не травмировались, перевороты боковые, броски в ноги, там спина меньше травмировалась. Не в обиду, конечно, представителям греко-римской борьбы, но, вот, знаете, мы раньше ехали, когда на многие официальные старты у нас собирали анкетные данные. Буквально практически больше 90% Субтитры делал DimaTorzok, Продолжение следует...